Друзья, всем привет! В этом видео я собрал всю информацию, которую необходимо знать о фасадных панелях, если вы планируете себе такую отделку дома. Краткое содержание видео и тайм-коды будут, как обычно, в описании и в первом закрепленном комментарии. Фасадные панели изготовлены из полипропилена. Этот материал уже довольно часто встречается в нашей жизни. Например, многие автомобильные детали также изготовлены из полипропилена. Поэтому в нашей жизни они встречаются каждый день. Фасадные панели окрашены акриловыми красками. А чтобы добиться высокой адгезии полипропилена с краской, перед процессом окрашивания панель проходит процесс обжига. Произведенная и окрашенная панель таким образом имеет хорошую светостойкость с ультрафиолетовым излучением. Фасадные панели имеют класс горючести G4. Это значит, что материал подвержен горению, но температура и высота пламени будет мала. А фасадные панели будут просто капать по мере сгорания. Нужно понимать, что чаще всего причиной пожаров служит эта некачественная электропроводка и очаг возгорания находится внутри дома. И если дом горит изнутри, то, скорее всего, фасадный материал никаким образом не защитит ваш дом от пожара. И если на расстоянии 4-5-6 метров от дома нет других пожароопасных строений, например, баня или какая-нибудь гриль-зона, которые могут послужить источником огня, то, в принципе, переживать о пожаробезопасности вашего фасада не стоит. В том случае, если возле вашего фасада находится какое-то пожароопасное строение, то лучше, конечно, рассматривать негорючий фасад. Цветостойкость. Самый важный фактор при выборе фасадного материала вы часто писали в комментариях, чтобы я показал дома, которым 5-10 лет посмотреть, что с ними. Сейчас за моей стеной фасад, который выполнили в 2013 году. Монтаж был осуществлен не нашей компанией. Мы выполняем здесь кровельные работы, но я не мог вам не показать этот дом. Здесь выполнена отделка из фасадных панелей, альтопрофиль, скалистый камень. И гарантия на эти панели составляет 7 лет. То есть, фактически, гарантийный срок уже закончился. Насколько хорошо сохранились панели за эти 8 лет, судите сами. Вживую панели выглядят как новые, и это очень радует. Толщина и вес фасадных панелей. За счет ребер жесткости на обратной стороне и за счет рельефных поверхностей фасадные панели толще, чем обычный виниловый сайдинг. Как правило, ширина одной фасадной панели составляет от 15 до 33 мм. За счет этого они жестче обычного винилового сайдинга. Вес фасадных панелей составляет примерно от 3 до 5 кг на квадратный метр. В связи с тем, что фасадные панели толще, чем обычный виниловый сайдинг, к большинству коллекций не подойдут обычные комплектующие от винилового сайдинга. Поэтому такие вещи лучше уточнять у производителя. Учитывайте грузоподъемность автомобиля при доставке. Учитывая, что средний вес квадратного метра фасадных панелей это примерно 4 кг, то такой небольшой фасад 150 квадратных метров это будет уже 600 кг без учета угловых элементов, подсистемы и других комплектующих. Как правило, в дополнение к основной отделке дома идет подшивка карнизных свесов и водосточная система. Размеры фасадных панелей отличаются друг от друга в зависимости от коллекции. В среднем одна фасадная панель это пол квадратных метра. Линейное расширение и особенности монтажа фасадных панелей. Максимально уменьшится и увеличится одна фасадная панель может от 2 до 4 мм. В связи с этим необходимо оставлять ход для движения фасадных панелей и не рекомендуется закручивать саморезы в тело самой панели. За счет того, что в углах, G-профилях и остальных комплектующих у фасадных панелей есть большие пазы, это прощает небольшие ошибки при монтаже. То есть если вы немного не точно подрезали фасадную панель, угловые элементы и G-профили это все скроют. Пилить полипропилен можно любыми подручными инструментами, не опасаясь, что ошибетесь на несколько миллиметров. Как производятся условия хранения и транспортировки? Производятся фасадные панели на заводе, проходя многоэтапный процесс производства и отправляются на склады к дилерам уже готовыми изделиями. То есть большинство коллекций уже хранятся в наличии у местных дилеров. Достаточно только выбрать коллекцию и заказать. Но в регионах могут быть не все коллекции в наличии и некоторые коллекции придется ждать под заказ из Москвы. Сроки ожидания, как правило, в районе месяца. За это время можно утеплить дом, выставить под систему и выполнить подготовительные работы. То есть фактически местоположение завода для заказчика особо не имеет значения. Фасадные панели доставляются в коробках. Чтобы обеспечить сохранность фасадных панелей во время перевозки, между каждой панелью на заводе прокладывается поролоновая прокладка. Хранятся панели в заводских коробках в сухом месте. Транспортировка не отличается особой сложностью. Не нужно организовывать деревянный поддон или какое-то дополнительное усиление. Не рекомендуется нагружать на коробки дополнительные строительные материалы. Например, леса или металлические профили, чтобы избежать механические повреждения. Особенности расчетов фасадных панелей. Рассчитать количество фасадных панелей для своего фасада достаточно просто. Нам необходимо высчитать площадь всего фасада, вычесть из этой площади оконные и дверные проемы и заложить от 10 до 40% на технологический запас. Как высчитать количество вот этого технологического запаса? На каждый дом необходимо разное количество запасных фасадных панелей. Чем сложнее дом, тем больше панелей потребуется на технологический запас. Рассмотрим основные элементы, где у нас будут подрезаться фасадные панели. Фасадные панели подрезаются у каждого угла с каждой стороны дома и панели подрезаются по всей высоте фасада. То есть вот эта часть идет на обрезке и не учитывается в расчетах. Первая фасадная панель чаще всего тоже подрезается. В связи с тем, что необходимо уменьшить расстояние цокольной части, либо если у нас дом находится под наклоном, и фасадные панели подрезаются под наклоном. Вот эта часть, которая отрезается от панели, она тоже идет в технологический запас. Когда мы будем завершать монтаж фасадных панелей под карнизом здания, чаще всего последнюю панель нам тоже придется подпилить. В районе дверных и оконных проемов фасадные панели также подпиливаются сверху, по краям и снизу. Не стоит забывать, что выставляя обрешетку и утепляя дом, у нас увеличится конечная площадь дома. И расчет площади необходимо производить с учетом увеличения стен. Возможно, потребуется смещение панели для смещения рисунка или наоборот выравнивания панели под кирпич. Чтобы подгонять панели дополнительно друг под друга, нам тоже потребуется дополнительно подпиливать панель. Комплектующие к фасадным панелям. Нельзя сказать, что комплектующих у фасадных панелей очень много, но и нельзя сказать, что чего-то особенно не хватает. Это такие же комплектующие элементы, как и другим одевочным материалам. То есть это стартовая либо G-планка для того, чтобы начать фасадную панель, а G-планка, чтобы завершить фасадные панели под карнизом. Угловые элементы. Кстати, угловые элементы можно использовать от других коллекций, и это будет смотреться тоже очень интересно. Для того, чтобы соединить во внутренних углах фасадные панели, мы используем G-профиль. Вот внутренних углов у фасадных панелей их действительно не хватает, но, возможно, они и появятся в будущем. В качестве обрамления оконных и дверных проемов можно использовать металлические планки, либо декоративные элементы Alta Decor. Подсистема для фасадных панелей. В качестве подсистемы можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую подсистему. Подсистема должна быть как вертикальной, так и горизонтальной, чтобы попадать во все крепежные отверстия для фасадных панелей. Но у некоторых коллекций достаточно использовать только вертикальную обрешетку. Подсистема выйдет дороже, чем для обычного сайдинга, так как для сайдинга мы используем только вертикальную обрешетку. Сами фасадные панели тоже дороже, чем сайдинг, и итоговая стоимость панелей со всеми комплектующими будет дороже сайдинга примерно в 1,5-2 раза. Это нужно учитывать, но если бюджет не позволяет, то можно использовать фасадные панели для цоколя или комбинировать часть стен вместе с сайдингом. Шаг вертикальной обрешетки для фасадных панелей зависит от коллекции. Обычно это от 30 до 50 сантиметров. Шаг горизонтальной обрешетки равен высоте одной панели. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Если какой-то информации про фасадные панели недостаточно, то это всегда можно обсудить в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok